В Париже сегодня выбрали 10 проектов российского православного центра, которые появятся на набережной Бранли в самом центре города. В конкурсе приняли участие как русские, так и французские архитекторы. Основным условием было наличие европейской лицензии. Так как конкурс был анонимным и жюри отбирало проекты, зная их визуально и по номерам, имена победителей станут известны позже, рассказал нам пресс-секретарь управ делами президента Виктор Хреков. Во-первых, по условиям конкурса все проекты, поданные на конкурс, они анонимны. Поэтому определиться только после вскрытия конверта. Сначала жюри определяют по планшетам, по эскизам лучшие работы, не зная, кто является автором. А уже потом будет вскрыть конверт, кто именно из каких архитектурных бюро или мастерских принял участие и кто, так сказать, чьи работы вышли во второй тур. Уже в марте назовут имя автора проекта, который победит в итоговом туре. Сейчас в доме номер один по набережной Бранли находится французская метеослужба. Но скоро она покинет это здание и на его месте появится новый комплекс с храмом, семинарией и библиотекой. Это очень большой проект с поистине имперским замахом. Общая площадь 4245 квадратных метров на треть меньше Нотр-Дама. Совсем рядом Эйфелева башня, дом инвалидов и мост Александра Третьего. Конкурс на приобретение участка земли Россия выиграла в феврале, обойдя при этом Канаду и Саудовскую Аравию, которая собиралась построить там посольство и мечеть. Французские СМИ выдвигали крайне конспирологические версии. Почему был выбран именно российский проект под видом духовно-культурного центра на набережной Сены должен появиться русский шпионский центр, писало летом издание «Ленувель Обзерватор». Якобы Дмитрий Медведев и Николай Саркази договорились обо всем на саммите ООН по климату в Копенгагене год назад. Операция «Собор» состоялась после того, как Медведев согласился купить у Франции вертолетоносцы «Мистраль», допустить французов к стратегическому проекту «Северный поток» и принять участие в международных санкциях против Ирана. Правда, можно вспомнить, что «Мистраль» Россия собиралась покупать задолго до Копенгагена. Возможно, Россия помогла парижским властям избежать еще более неудобной ситуации строительства мечети в центре Парижа. А это была бы одна из самых серьезных заявок. У нас на связи по скайпу из Франции Наталья Геваркян. Наталья, добрый вечер. Как парижане реагируют на строительство на набережной Бранли Русской Православной Церкви? Ну, вы знаете, французская пресса вписывает это, естественно, в некоторый контекст расширения влияния России в Европе. Точно такой же, как «Скубка европейских газет», в том числе и «Франсуар». То есть французы ближе к версии Винсена Жавера, которую вы сейчас процитировали. Они считают, что в этом политике больше, чем духовного. А русские парижане как относятся? Знаете, по-разному они относятся. Я сегодня говорила с отцом Николаем Лоским, которого, кстати, прохотный совершенно приход, который вы в жизни не определите. Который трех святителей, вот этот маленький? Нет, 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 нет. Это совершенно трех святителей. Это как раз основной храм Московской Патриархии, который находится на улице Петель. Действительно небольшой и красивый. А Николай Лоский служит в крохотных полутора комнатах, которые рядом с бульваром Штан-Жермена, и с улицы, вы не поймете даже, что это храм. Тем не менее, он относится к Московской Патриархии. Кстати, служат они на французском языке, это большая редкость. И он двумя руками за, он считает, что это очень хорошо, что будет новый храм и так далее. Одновременно с этим у него и у меня одни и те же наши друзья из первой эмиграции, которые считают, что 70 миллионов евро, которые были заплачены на конкурсе по приобретению этого участка земли, что применение могло быть найдено бы в России, потому что там масса страждущих и людей, которым нужна помощь. И они вот считают как раз, что эти деньги лучше было бы потратить на помощь в России тем, кто нуждается в этой помощи со стороны церкви. Но, кстати, Николай Лоский считает, что деньги не полностью заплачены государством, что кто-то из олигархов помог. И он считает, что нормально, пускай помогают олигархи. А как выглядит здание Метеофранца? Оно, судя по всему, не представляет собой какое-то невероятное произведение архитектуры, раз его так запросто сносит? Нет, оно не представляет собой произведение архитектуры. Но я хочу поспорить по поводу мечети и так далее. Кстати, между прочим, во французской прессе слово мечеть ни разу я не нашла. Действительно, Саудовская Аравия хочет там построить посольство. Я не знаю, может, мечеть идет в качестве обязательного приложения к посольству Саудовской Аравии. Но французы не писали про это. И даже если бы была мечеть. Я просто напоминаю, что во Франции количество мусульман в разы превышает, естественно, количество русских православных верующих. Поэтому я не думаю, что это был бы какой-то шок. Спасибо, Наталья Геворкян из Парижа была у нас на прямой связи.